друзья всем привет меня зовут павел шумилов вы находитесь на канале акция китая china stocks сегодня с 20 августа я наконец-то приехал из отпуска и поговорим что интересного происходит с экономикой китая китайскими компаниями прежде чем начать выпуск хочу сказать пару слов о том что я ездил в абхазию и впечатление у меня скажем так не очень если вам интересно чтобы я поделился впечатлениями про путешествие в абхазию пишите комментариях на втором своем канале в ю тубе запишу по поводу этой поездки мысли и мнения но теперь давайте вернемся к китаю сегодня мы поговорим что нас ждать на следующей неделе по статистике какие отчеты компании выходят разберем технический анализ основных китайских компаний про пару новостей поговорим и подведу итоги что нам ждать по китаю на следующей неделе и так давайте начинать начнем с того что у нас было на прошлой неделе и неделю ранее значит неделю ранее у нас китай падал на этой неделе китай тоже в рамках недели существенно тоже падал особенно электромобили у нас падали ну и в принципе все все падал по китаю выходили не самые хорошие новости по китайской экономике поэтому рынки падали ну и америка тоже нас падала на прошлой неделе общем китай падал вместе с америкой значит что у нас важного по экономическому календарю на следующей неделе давайте посмотрим вся статистика выходит в понедельник у нас выходит базовая кредитная ставка и принципе это все но еще до общем базовый кредит на ставка которая скорее всего понизится потому что вот на прошлой неделе понизили другую процентную ставку на сто пятьдесят пунктов с 265 до двух с половиной и сейчас другие тоже базовая кредитная ставка тоже скорее всего понизится всяк случай прогноз такой ну процентов 99 99 что они понизят проценту ставку пони но скорее всего на рынка тоже не повлияет пока эти незначительные понижения не особо рынок как-то прям чтобы шикарно воспринимает то что это не сильно влияет моменте еще в четверг нас выходит объем экспорта импорта по гонконгу тоже скорее всего эти данные не повлияет общем на следующей неделе с точки зрения экономического календаря к экономике китая практически ничего важного не выходит но выходят даты вот ей выходят отчеты по китайским компаниям на следующей неделе нас продолжается сезон отчетности китайским компаниям 22 августа выходит отчет компании байду и кай шоу и мини су-груп также в 20 августа вытачет компании айкью а 23 августа выходит отчет компании full truck альянс 24 компания выходит отчет компании над из и митуа и еще 25 августа в пятницу соответственно ходит отчет компании чайным петролем and chemical но вот именно под чайным петролем химикова не нашел на официальном сайте подтверждения этой информации но вероятно все-таки 25 будет а вот то есть на следующей неделе нас продолжается отчеты байду конечно же самый важный отчет 22 августа выйдет во вторник кай шоу принципе тоже интересный и на ты смит уан 24 августа общем тоже уходит поэтому 22 августа вторника 24 августа четверг наверное самые интересные не буду для китая из-за крупных отчетов крупных компаний так давайте двигаться дальше что у нас из-за интересного ну сегодня пытался день найти что-то интересно по китаю прям супер каких-то новостей пока я на данный момент вот я сейчас снимаю 1745 в москве ничего не вышло но из более-менее важных две новости первая новость китай призывает финансовых руководителей увеличить кредиты и снизить долговые риски цб китая и финн регуляторы встретились с руководителем банков призвали кредиторов увеличить кредиты для поддержки восстановления что добавило признаков повышения обеспокоенности стороны политиков по поводу ухудшения экономических перспектив представители china life insurance и фондовых бирж также присутствовали на той же встрече делась обсудили меры с финансовым сектором по возвращению снижения долговых рисков местных органов власти нбк на прошлой неделе неожиданно снизил ключевую процентную ставку на тоже известно то есть суть в чем что руководство китая финансово собралось с на встречу с банками и говорят что мало слишком низкие объемы выдачи кредитов это влияет на экономику китая но тут с одной стороны как бы да они не очень-то особо выдают а с другой стороны китайские компании не особо то берут потому что учитывая что в стране происходит дефляция да и низко покупательская способности за этого из того что китайские власти наградили я в общем-то ранее в этом говорил то соответственно китайским компаниям за редким исключением может только девелопером да и деньги не особо и нужны там зайти компанию каким-нибудь поэтому и бизнес не хочет сильно развиваться учитывая текущее состояние и не хочет брать кредиты поэтому ну на мой взгляд вот это вот ситуация с том что призвали банки выдавать больше кредитов не очень сильно повлияет на рынке хотя конечно позитивная но скорее всего никак не влияет на рынке на мой взгляд вторая новость местные органы власть китая продадут кредит на 206 миллиардов долларов сша а китай планирует разрешить местным органам власти продавать спецфинансовые облигации на сумму полтора триллиона юаней 200 примерно 6 рядов долларов сша чтобы помочь 12 регионам погасить долги вовлеченные регионы находится под большим давлением чтобы погасить долг местного правительства в их число входит такие-то регионы в отчете говорит что центробанк китая может создать специальный механизм с банками для предоставления дешевые долгосрочной ликвидности механизм финансирования местных органов власти ожидается что за планированные меры помогут lg фиви снизить риски ликвидности чем тоже принципе как бы позитивно но тоже не думал что повлияет сильно на рынке и пока еще небольшая новость вот джек манус проявился в это воскресенье джекома продолжать заниматься сельским хозяйством и образованием поскольку альбаба а претерпевает радикальные изменения ма поблагодарил учителей за вклад в развитие образовательских районов китая и передает своим опытом значит последний месяц 50 50 вали восьмилетний мужчина вернулся к общественной жизни качестве педагога и исследователя джек ма воскресенье выступил с видеообращением группе сельских учителей поскольку китайский миллиардер продолжать взять внимание сельскому хозяйству и образование своей жизни после выхода на пенсию время мероприятия ма поблагодарил учителей за их вклад в развитие образования сельских районах цитаты я вижу что сельское образование и сельские учителя это огромная сила которая действительно может изменить целые бедные районы китая поскольку устойчиво развитие нашей страны возможно только посредством реформы образования но это но скорее о том что джек ма жив здоров и что-то делает в китае не по заграницам ездит а непосредственно в китае и жив здоров так сказать вот и то что недавно говорили что джек ма вообще никак не проявляется приехал в китай и помалкивает ну вот видимо буквально пару дней назад об этом описали я когда был в отпуске все-таки немножечко следил за новостями хотя не так сильно как бы хотелось ну вот я видим эта реакция джека ма на такие новости поэтому ма жив здоров все хорошо так значит по новостям это все какого-то супер позитива пока на новостном фоне нет к сожалению но надеюсь что в понеделек что они появятся с утра хотелось бы в обзоре новостей об этом написать но пока супер новостей к сожалению нет так давайте идти далее посмотрим что у нас по графикам основных компаний и что можно сделать какие выводы по техническому анализу значит когда я уезжал то я делал следующий вывод что на позапрошу недели когда я уезжал скорее всего падение а на этой неделе я ожидал что где-то к середине недели будет до середины недели будет падение где-то середины недели уже возможен рост в четверг был рост и тогда посмотрел котировки порадовался за то что начали расти но соответственно в пятницу опять все слили а давайте теперь посмотрим что нам скорее всего ждать с точки зрения технического анализа начнем как всегда с индекс s&p 500 так как у нас часто кита идет за америкой и что здесь можно сказать значит до этого я говорю что америка перекуплена и стоит ждать коррекция и вот 4600 пунктов мы уже скорректировались до 4369 принципе такая же большая коррекция но тем не менее пять процентов мы по америке упали значит а по индикаторам мы уже в нижней точке диапазона на дневном таймфрейме на недельке если посмотреть что коррекция только еще началась поэтому это говорит о том что скорее всего в рамках недели мы можем видеть некоторое восстановление и после этого скорее всего продолжится падение то есть на следующей неделе можем например увидеть рост где-то для четырех тысяч пятьсот пунктов думаю плюс минус туда после этого продолжится скорее всего падение вот такие мысли по америке если кому-то это актуально давайте придем к китайским уже индексом индекс hanseng на дневном таймфрейме в зоне перепроданности можем еще чуть-чуть попадать но скорее всего мы уже где-то прям должны начать расти расти в ближайшее время по недельным таймфрейме давайте тоже еще посмотрю понедельки здесь больше зарос чем за падение хотя конечно при вас от 1 красная свеча это не очень приятный момент до этого были зеленые свечи говорящие о том что больше роста ждать чем падение но тем не менее rsa у нас как бы не дорос до конца чтобы вот говорить о том что тут какая-то коррекция существенно на неделька намечается поэтому я думаю что вот сейчас возможно уже на этой неделе мы увидим все-таки в рамках недели рост он может быть незначительный но но рост то что на дневке все-таки говорится то что рост более вероятен чем падение поэтому мы на недельку видим какой-то разворот опять и скорее всего потом опять зеленая свечка появится и опять все зарос будет поэтому хансинг в ожидании роста в ожидании роста не знаю понедельник или вторник ли хотелось бы конечно самом начало недели но техника здесь больше зарос говорит вот в отличие от веба который на дневке к сожалению еще не нападал по индикаторам здесь еще есть небольшой потенциал падения где-то на 2640 на 2640 думаю можем еще сходить и завершить вот по рсай падение так на недельке давайте тоже посмотрим на недельке риса у нас все-таки больше за продолжение роста потому что мы не доросли сначала обычно вот как будет подходим к самому верху и только после этому корректируем ся чаще всего да или вообще может долгое время стоять на позитиве и без коррекции поэтому здесь я считаю что мы не доросли на недельке хотя красная свечка появилась но если на следующей неделе мы все-таки увидим рост по китаю в рамках недели то опять раз и на недельке развернется наверх и думаю что сначала мы дорастем до верхней границы диапазона поэтому поэтому что это все значит мы возможно понедельник еще попадаем понедельник может вторник если понедельник будет чуть 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 падать то и вторник можем чуть чуть попадать например за среди расти ну посмотрим то есть я думаю что где-то в скором времени мы увидим рост по всему китаю так как хансинг уже допадал к веб соответственно интернет-компания еще чуть-чуть есть потенциал для коррекции давайте идти далее посмотрим что у нас по китайским компаниям так ну быстренько быстренько гляну по валюте гонконгский доллар к рублю который с гонконгский доллар это привязаны к доллару сша поэтому это по практически то же самое что я сейчас посмотрю доллар сша к рублю тем менее гонконгский доллар к рублю за продолжение коррекции на дневном таймфрейме куда ну в район например 11 11 2 11 2 техническая вероятность то есть сходить недельки здесь все здорово перекуплено конечно поэтому очень сомневаюсь что мы прям сильно упадем ну на недельки тоже за коррекцию и укрепление рубля пока не сложно прокомментировать на чем это может быть но вот и минтехника за укрепление рубля и падение гонконгского доллара так теперь переходим к нашим компаниям начнем с али баба но то я смотрела соответственно к веб и т.ф. веб и там бы еще потенциал для коррекции вот альбаба такая же ситуация еще может немножечко допадать до куда ну например до 84 до закрытия лепчик чему бы нет тоже это может быть быстро один два дня но в скором времени уже тоже можно ждать за остановку этого падения и снова начнем расти на недельки тоже мы не доросли до верхней границы диапазона и скорректировались и скорее всего мы все-таки сначала дойдем до верхней границы прежде чем недель на тайм-фрейме длительно корректироваться поэтому сначала мы должны дорасти на мой взгляд так следующая компания ну если вдруг кто не понял вывод по али баба какой пару дней можем еще попадать и скором времени мы можем видеть рост такой мыс так следующая компания джейди ком в отличие от али баба здесь уже практически на самом дне по rsi на нижней границе и вообще зона покупки по джейди ком на мой взгляд очень интересная сейчас мы ну плюс-минус там до 31 32 доллара сша у компании все чудесно все прекрасно вышел отчет лучше ожиданий компания платят дивиденды и пока конечно ности об этом не слышал но скорее всего и дальше будет платить в общем у компании все отлично и отлично и думаю что плюс-минус сейчас здесь интересный момент для покупки можем еще чуть-чуть до падать если будет падать из китай ну где-то здесь уже прям интересно для покупки на недельки на недельки все за продолжение роста зеленые свечки на втором индикаторе саги дорос и тут все за существенный рост поэтому джейди ком на мой взгляд выглядит очень интересно и из 32 из 40 тоже был интересен думаю что эта компания ну в рамках года может вырасти процентов на 100 и или больше или больше финансовое здоровье перспективы роста прибыли выручки компании все все очень хорошо так следующая компания пидиди холдингс пин дуду раньше мы называли на дневном таймфрейме здесь еще есть потенциал допадать на куда мы можем допадать давайте посмотрим ну наверное 74 или 71 скорее всего вот эти вот вряд ли мы дойдем до 67 но если дойдем до 67 это прям интересно покупать ранее конечно интересно было еще больше когда мы были на 25 но сейчас тоже интересно компания мне нравится компания развивается не только в китае но открывает свои открыла уже свои интернет-магазины и в америке и в канаде и европейских странах почему компания идет вперед и развивается по всему миру и компании кстати говоря отчет 24 августа выходит и мне компания очень кажется интересный так чем на дневке и диди у нас все еще пока за коррекцию куда сходи скорректироваться я сказал на недельке за продолжение роста все это говорит о том что пару дней тройку дней не знаю сколько точно всегда очень сложно определить точный день на заранее где мы начнем расти но скорее всего скоро коллекция закончится так следующая компания вип-шоп которая читалась у нас в пятницу по прибыли вышли на 33 процента лучше ожидания по выручке практически попали ровно на на этом упали на 8 процентов как это часто бывает хита отчет хорошие мы падаем значит дошли до 200 дней на скользящие откуда отскочили я пока еще не успел почитать отчеты вот китайские компании которые выходили на прошлой неделе но мне тут еще предстоит и новости я уже успел почитать вот отчет пока не успел поэтому буду дальше закапываться в новости вот второй день нахожусь на месте пока еще не все прошел и так общем по вип-шоп был отчет не знаю насколько там был отчет хорошие в плане прогнозов на будущее но вот по прошлому все очень даже хорошо принципе то что мы дошли вот до этого боковичка где мы стояли с января по июнь это нормально а я говорю что если будет коррекция ранее я говорил что если будет коррекция скорее всего придем пять кут к этому боковику мы сюда пришли можем постоять и там 14 сходить и даже на 13 сходить но и думаю что пока китай не начнет расти в шоп скорее всего в этом боковичке может какое-то время постоять потом опять продолжит расти так на дневке вип-шоп допадал и здесь уже можно ждать рост в любой день на недельке а вот на недельке кстати говоря тут еще может быть коррекция какая-то быть но если она будет через боковик идти то значит это мы пример месяц по вип-шопа может постоять вот в этом боковичке наверно как то так получается ну соответственно если весь китай будет расти то вип-шоп тоже будет расти несмотря на вот эти технические ограничения сочи компании байду компания выходит отчет на следующей неделе думаю наверное это самый интересный отчет по китайским компаниям на следующей неделе на самая такая крупная китайская интернет-компания еще имеет он конечно же будет интересно посмотреть и кай шоу но поменьше конечно чем войду значит какой будет отчет практически практически зуб даю что он будет лучше ожидания рынка но какой будет прогноз на следующий квартал пока неизвестно и даже если вы это отличный отчет и отличный прогноз то не факт что мы будем расти если будет падать весь китай хотя вот если смотреть на технику то байду у нас уже скорректировался и по rc нас уже на дне канала и здесь со дня на день мы ждем разворот и на дневном таймфрейме рост на недельке мы тоже не доросли до верхней границы диапазоны поэтому ли скорее за рост хотя вот второй индикатор 2 подряд красные свечки конечно не не самый хороший момент здесь больше за коррекцию поэтому на недельке байду у нас скажем так нет сигнала а на дневке за рост я думаю что отчет компании будет хороший и на при маркете мы с большой долей вероятностью будем не знаю плюс 5 плюс 10 процентов пойду и или больше а вот сольем мы или нет будет зависит от того какой будет день по китаю в целом если будет опять негатив по китаю и америка будет падать то какой бы не был хороший отчет байду сольют несоответственно если и отчет будет хороший китая будет на хорошее настроение америка будет расти то будем видеть роста по байду и даже больше и лучше если будет отчет хороший отчет и думают хороший оба не интересно развивается все все что только может развивается там компания перспективная ну наверное все кто знает байду и следить за ней все и все и сами это прекрасно знают так следующая компания hello group здесь все не так просто скажем так как пойду у компании тоже выходит отчет но через неделю на дневном таймфрейме здесь еще есть небольшой потенциал потенциал коррекции например до 9 долларов можем сходить можем можем у сотни на скользящий сходить например 870 куда-то сюда можем в принципе сходить в общем на дневке пока еще за продолжение небольшой коррекции и потом опять снова за рост так на недельки вот на недельки здесь больше за коррекцию поэтому можем исходить опять где-то к восьми принципе если на недельки посмотреть но посмотрим соответственно если будет расти весь китай вряд ли hello group будет падать я говорю что скорее всего на следующей неделе мы можем увидеть рост как случае об этом вот техника так теперь переходим к тесла электромобилям ну здесь я все время говорил что должна быть коррекция должна быть коррекция кто меня услышал тот наверное не удивляется коррекции по тесла значит по тесла мы уже упали на 27 процентов и по индикаторам принципе мы уже подходим к окончанию коррекции на дневном таймфрейме а вот на недельки мы еще можем увидеть продолжение коррекции еще конечно здесь есть доходе на скалящее среднее накуда мы можем допадать прежде чем начнем расти и мы тоже не так уж и много всего лишь 9 процентов примерно поэтому возможно мы сначала допадаем до 196 долларов и только после этого начнем расти но этот рост скорее всего будет не не длительный не длительный а потом очень немножечко порастем еще раз еще раз что и ожидаем давайте нарисуем сначала я думаю будет как-то вот так вот потом вот так вот потом вот так вот что-то подобное жду по тесла потому что на недельке на за коррекцию и только вот отсюда где-нибудь не знаю 160 180 не знаю сколько точно мы пойдем вот оттуда можно ждать продолжение роста по тесла так следующая компания ли авто который тоже нас падала на этой неделе это совершенно не неожиданно несмотря на то что компания вышел отличный отчет 8 августа и по прибыли на 46 процентов лучше и по выручке на 6 процентов лучше тем менее компания падает то что нас просто дорогая значит на 17 процентов с половиной упали с хаев здесь я везде предупреждал что скорее всего будет коррекция не знаю когда точно но коррекция случилась и пока по индикаторам на днев кто же авто за продолжение коррекции думаю мы можем сходить ну хотя бы на 36 долларов хотя потом и может даже на 34 это на дневном тайм-фрейме на недельке здесь конечно все за продолжением прям существенной коррекции этому ну возможно мы отскочим так как на дневке за рост потом еще куда-нибудь ходим я прям люди use есть мы на 30 сходили или даже на 22 вот а там уже на недельке скорректируемся и можно ждать уже и роста общем ли авто для меня пока шорт на недельном тайм-фрейме и на дневке следующая компания не тоже сожалению падает я тоже говорил и про ли авто и по ней эксперт что после этого от существенного роста стоит ждать коррекция не у нас упал уже на 34 процента на дневном тайм-фрейме здесь еще есть некоторый потенциал коррекция ну наверное мы сходим в район 10 долларов плюс-минус сюда гусуденская ледящее среднее опять же подойдем на недельки тоже за коррекцию в общем пока него за коррекцию но смотрим если будет вдруг начнет расти весь китай то в принципе и электромобили у нас могут расти несмотря на технику следующий компания xpn та же самая ситуация тоже был существенный рост и коррекция коррекция уже на 36 процентов на дневном тайм-фрейме все еще есть потенциал для падения наверное мы сходим на 1260 это как минимум и 12 как максимум думаю где-то вот в этом районе закончится коррекция это на дневке на недельке вообще тут все за продолжение коррекции поэтому если мы будем падать это будет к сожалению нормально для xpn вот общем электромобили у меня все за коррекцию они сейчас отличаются от всего китая весь китай уже говорится роста электромобили за коррекцию электромобили говорят за рост а все остальные за падение они почему-то часто расходятся так что касается стал дико шин предпоследней компании которая сегодня разберу так на дневном тайм-фрейме мы еще не допадали но есть интересный момент мы дошли до 200 дней на скользящий и оттолкнулись и это конечно позитивчик объемчики падают это не очень хорошо так на неделе на тайм-фрейме на дневном тайм-фрейме получается больше заказа продолжение коррекцию нежели за рост но рыса еще стоит вот грубо говоря на 50 пунктах плюс-минус очень в общем непонятная ситуация по rsi вот ровненько мы стоим и можем отсюда как и вверх пойти так и вниз второй индикатор у нас больше за коррекцию поэтому из-за второго индикатора в общей сложности получается что потенциал коррекция более вероятен чем рост а но есть 200 дней на скользящие от которой мы оттолкнулись этом посмотрим сейчас я наверное не скажу что-то конкретного путал что еще можно сказать значит там компания галту тех еду выходят по моему 30 августа или 31 августа отчет и думаю что это удикаешь на нее oriental на этот отчет будет реагировать соответственно хороший отчет будет расти всякий случай начале торгов а потом могут как обычно слить а вот ну в общем посмотрим по этим компаниям образовательным никаких других новостей я не видел ждем ослабление смягчения по всему сектору а потому что вот несколько выпусков назад я говорил что появился официальный сайт с услугами репетиторов и лично я и наверно многие другие ждут продолжение истории вот по этому направлению пока какой другой информации не было ждем так в общем потолу пока это все на недельки давайте тоже посмотрим на недель кстати за рост делится рост поэтому на дневке можем еще какое-то время до падать ну не знаю примерно 6 сходить а потом продолжение роста и последняя компания которая сегодня посмотрю country garden есть все позиции по этому обывальному денью и про нее какие новости соответственно почему она упала знать что компания должна была не помню какого вам то ли 14 августа то ли еще какого-то вот около недель назад оплатить купоны по облигациям что она не сделала на 21 с половиной миллиона долларов сша у компании есть 30 дней соответственно до того как будет объявлен банкротство вот по этим облигациям и компания отчитывается тоже скоро значит по моему 30 августа тоже отчетует компания будет компания заявил что у них вот за 7 месяцев значит продажи стали хуже чем в прошлом году и соответственно есть компании проблемы но соответственно нормального отчет компании еще не выпустила и ждем что будет дальше вот новость соответственно выходные было о том что о том что китайские банки призывают усилить кредитование и на мой взгляд от девелоперов наверное больше всего нужно именно ликвидность деньги и если мы увидим новость о том что девелопер получают деньги то это будет хорош новость и мы можем конечно вырасти в том числе по этой компании потому что вот я смотрю по этой компании по ее балансу в принципе у нее там такие давайте посмотрю вот покажу чтобы не быть голословным на смотрите у компании никого инвентаря практически на 940 миллиардов юаней на практически под триллион инвентаря соответственно это оборудование различная земля там и так далее кэш у компании 100 практически 40 миллиардов юаней долг 271 миллиард юаней там говорилось о том что компания не могу соврать точно хочу соврать точно не помню цифры по моему по порядка 60 миллиардов юаней соответственно минус 270 плюс 60 но будет допустим 330 миллиардов юаней долг соответственно кэш неизвестно сколько будет ну например и инвентаря на на триллион до 330 миллиардов юаней долг и инвентаря на 940 миллиардов поэтому ну да очевидно у компании проблемы но и баланса больше чем долг даже если вот сейчас будет не проблем поэтому на мой взгляд компания по идее должна выпусти выплыть из этой ситуации но дальше будем наблюдать соответственно я говорю что это очень рисковая ситуация и вот судя по всему отчетывает хуже чем ожидает большинство но посмотрим еще интересный момент на мой взгляд стоит том что вот я смотрел сейчас переключусь на компания из этого сектора и у них выходили отчеты значит сейчас скажу кого вышел отчет так bank for bank for например вышел по прибыли на процент хуже чем ожидания по выручке на 36 процентов уже ожидания так какие-то три компании тоже отчитывались вот варф real estate тоже компанию ходил отчет на 13 процентов уже по прибыли чем ожидания и на 11 процентов хуже хуже по выручке совет тоже не надо был отчет так эндерсон что будет так еще кид компании отчитывались вот с к ассет тоже выходил отчет компании даже лучше чем других компаний дела идут по прибыли аж на 34 процента лучше чем ожидания были не выручку аж на 86 процентов лучше чем ожидания чек-то от компании сказка выходили интересные новости том что она продает соответственно свою недвижимость вот вторая новость подряд сегодня вышла с раскидками существенными порядка 25 процентов от текущей рыночной стоимости вот в том городе она продаваться недвижимость не помню каком ином городе шваречь так вот на эту недвижимость и выстроилась очередь и вот все что она продавала за день все купили значит на прошлой неделе такая ситуация была и вот на днях то ли вчера то ли сегодня такая же второй дом какой-то не продавали тоже со скидкой в районе 20 процентов 5 процентов прошлый раз сейчас уже не 25 процентов помочь 16 процентов скидка со среднерыночной стоимостью вот недвижимости в том городе тоже за день все смели о чем это говорит о том что покупателей все-таки недвижимости похоже дофига в китае но не ждут скидок и с одной стороны это как бы негатив о том что скорее всего и другие будут прибегать похожие стратегии и понижать стоимость своих владений до своего имущества но с другой стороны все все-таки покупатели есть они хотят просто подешевле пить поэтому будем дальше смотреть совсем сектором недвижимости кажется интересно и соответственно смотрите вот подсчетом некоторые компании там на 30 процентов хуже ожидания вышли по прибыли кто-то даже в плюс вышел по ожиданиям посмотрим что country garden соответственно выпустит ну даже если у них опять же на там на 30 процентов как они сказали хуже чем за этот же квартал в прошлом году выйдет ну не знаю я не думаю что это катастрофа учитывая такой принципе сильно баланс у компании ну будем наблюдать пока вот по этой компании идет прям какой-то новостной поток такой который мне кажется немножечко преувеличен конечно проблема то что они не выплачивают эти самые деньги по облигациям до но посмотрим на мой взгляд они способны выплатить эти деньги за эти облигации но наверное они хотят тот час под шумок чтобы реструктуризировать эти облигации как-то отложить их и так далее и продолжить жить учитывая их огромный баланс и компания раньше входила в десятку продавцов по объем продаж недвижимости сейчас тоже входит по моему шестое место сейчас занимает раньше первое место занимала то есть компания в любом случае остается все еще очень крупный очень крупным игроком на рынке недвижимости поэтому и учитывая баланс не очень не верится что эта компания как-то обанкротится и на мой взгляд сейчас все-таки спекулятивные игры идут но соответственно я никого не призываю упать да и это большие риски и вы должны понимать еще момент хотел сказать вот конкретно по этой компании по country garden значит у нее в америке есть на внебиржевом рынке акция по тикерам стр и грек и грек и вот конкретно в пятницу например на американских торгах вырастали на 15 процентов поэтому посмотрим как откроются они в понедельник возможно как минимум 15 процентов ростом но сак в случае мне бы хотелось это видеть и посмотрим что будет дальше с этой компанией будем наблюдать давайте подведу итоги на следующую неделю по техническому анализу и так мы видим что большинство компаний либо уже до падала либо остается вот прям чуть-чуть там два-три дня нападать и а дальше рост на дневном таймфрейме на недельке кроме электромобилей мы видим что у всех потенциал роста больше потому что мы не доросли не доросли чтобы падать до сейчас поэтому все это говорит о том что вот какие-то дни мы еще можем увидеть коррекцию хотя и с понедельника если начнем расти это тоже будет совершенно нормально в рамках технического анализа поэтому думаю что в ближайшее время мы начнем расти хотелось бы чтобы рамках следующей неделе можем все-таки выросли но пока нету новостного фона вот в данный момент данной минуте нету супер позитивных новостей на чем бы мы могли существенно вырасти кроме того что рынок вспомнить что китай очень дешевый америка мы видим что на дневном таймфрейме уже вероятно допадала и мы можем видеть рост но в рамках более длительных таймфреймов там за продолжение коррекции поэтому америка например на следующей неделе будет расти через неделю опять падать соответственно китай может пойти вместе с америка если будет этот самый рост но китай на длительных таймфреймах больше за рост как это все будет совмещаться посмотрим и будем обсуждать уже на следующей неделе я сейчас буду дальше вникать в отчеты китайских компаний которые были на прошлых двух неделях пока я отдыхал тоже если будет какие-то мысли об этом пишу в telegram канале если у вас есть какие-то вопросы то пишите постараюсь ответить если смогу на них ответить и в ожидании наконец-то уже каких-то существенных действий со стороны китайских властей и по поддержке раньше я говорил чего жду конкретно я для того чтобы китай начал нормально расти как я раньше говорил что на мой взгляд никакие вливания не помогут не помогут снижение ставки и так далее потому что китай изменил условия для бизнеса несколько лет подряд он эти условия ухудшал и сейчас китайские компании работают в том формате что все закручено все все очень плохо нужно продолжать работать то есть они гораздо худших условиях для ведения бизнеса чем американские или европейские компании а от них ждут чтобы они набирали персонал увеличивали брали кредиты на развитие и шли в гору они как бы ограничены со всех сторон различными нововведениями которые были два года подряд поэтому чтобы ну действительно изменить ситуацию на мой взгляд и никакие кредиты вливания под понижение процентной ставки не помогут нужно облегчить то что китайцы правительство китая ухудшало два года подряд только смягчение вот в этом направлении улучшит ситуацию в китае мой взгляд поэтому я жду именно этих событий надеюсь мы дождемся на сегодня все всем спасибо за просмотр не уверен что он был прям очень позитивный этот видео обзор но надеюсь все таки полезный всем до следующего выпуска